Продолжение следует... Продолжение следует... И сейчас я всем говорю, господа, где вы герои раньше были? Если сейчас мы здесь с вами стоим, то, наверное, нас что-то не устраивает. Вы, наверное, не хотите, чтобы власти оставались те, которые грабили Севастополь? Нет! А теперь скажите мне, кто сейчас исполнительную власть осуществляет в городе? Судача, где моя? Нет! Исполнительную власть... Алексей Михайлович возглавляет коррекционный комитет. Кто возглавляет исполнительную власть? Белик! Белик! И у нас с вами до этого был Саратов. Сейчас у нас Белик. Какая нам с вами разница, кто нас грабит? Либо чиновники от Саратова, либо чиновники от Белика. Если мы оставим сейчас эту ситуацию, пройдет время. 29 числа сформируются исполнительные органы власти, и нам уже можно сливать воду. Что это, не так? Да! Минутку. Поэтому мы говорим одно. Почему в Севастополе у власти продолжают оставаться предприниматели? Бородитов и вон. Все предприниматели должны заниматься бизнесом, а власть должна быть властью. Почему до настоящего момента у нас с вами заседает ГОП-совет? Убрать! Если мы будем ждать до 2015 года, господа депутаты, которые назвали себя законодательным собранием, то напринимают опять решений, опять назначат чиновников, опять посадят своих людей, и те схемы, которые работали в городе, будут продолжать работать. И мы с вами ничего не добьемся! Вы этого хотели? Нет! Так что хотим тогда в Севастополе мы с детьми? Первое. От власти убрать деляк. Это раз. Второе. Распустить законодательное собрание, как они себя назвали. 76 комяков, которые сидят от партии региона в основном, а сейчас пытаются вернуться. А мы с вами становимся свидетелями борьбы двух кланов. Саратова и Белика. Нам это интересно? Нет! Поэтому пусть и не спорят где-нибудь в другом месте. Нет! На сегодняшний момент мы должны сказать, господин Белик, спасибо огромное. 23 числа вы поддержали Алексея Михайловича Чалова. Не поддержал. Поддержал не суть важности. Все, а теперь пора уйти на покой. Идите занимайтесь бизнесом. Почему сейчас назначаются чиновники в городе, о которых мы с вами не знаем? Это первое. Второе. Почему на своих местах сидят воры и проходимцы, которые все эти годы обирали город? Стыдно перед Россией. Вот и я и задаю вопрос. Почему? Потому что мы и молчим. Дальше. Алексей Михайлович Чалый. Человек честный и порядочный. Он не знает город. Господин Белик дает ему кандидатуры, а он назначает. Ну что хорошего в этом? Вы этого хотите? Нет! Минутку. Дорогие женщины, вот которые там спорят. Пусть все не пытаются в своей бизнесе. Вы уверены, что этот прокурор будет наши с вами интересы защищать? Нет! Дальше. Назначили начальника милиции. Вы спросите у сотрудников милиции. Они поддерживают это назначение? Нет! Извините меня, так что получается? Надзорный орган у нас с вами недоверий. Милиция руководства недоверий. У нас в управление законодательной земельных этих назначили человека, который уже говорит, вы работать не будете здесь, а все остальные будут заносить. В регистрационную палату назначили человека, которого уволили за коррупцию. И она уже говорит, я вам всем припомню. Вы что, вы этого хотите? Нет! Поэтому наши требования очень просты. Первое. Илюстрация всех чиновников в городе. Раз. Фамилии людей, назначаемых на должности руководящие, должны пройти сначала через илюстрацию народа. То есть их опубликовать, чтобы мы все знали, кого куда назначают. Два. Третье. Мы должны с вами распустить ГОП-совет. Отправить в отставку. Избрать опять-таки 26 исполняющих обязанностей членов законодательного собрания. Эти фамилии опубликовать в прессе города, чтобы город мог просмотреть, кто это. Да. Изучить их автобиографию, да. И тогда уже сделать выводы, достойные или нет. После этого назначить сроки выборов. И избирать уже в законодательное собрание 26 членов законодательного собрания. Далее. Назначить на место Белика, на сегодняшний момент, просить того Алексея Михайловича остаться председателем администрации и осуществлять исполнительную власть в городе. Да. Да. Ну и что тогда мы здесь с вами можем с чем не согласиться? Да. Далее. Мы с вами обязаны проверить все решения по земле и по коммунальной собственности, которую за эти годы разграбили. Да. Мы должны это вернуть в нашу собственность. Да. Ну и что тогда мы здесь с вами будем оспаривать? Вот это наше решение. Далее. Создали комиссию. А вы доверяете этой комиссии, которая сейчас проверяет и учитывает приход гуманитарной помощи? Вот вам ответ. Далее. Я, например, автобусы и троллейбусы. Ну, тогда я не понимаю. Я не хочу, чтобы автобусы ушли в частные руки, в автопредприятия, которые опять будут наживаться на нас с вами. Значит, это все должно поступить куда? Собственность? Городя. Ну, кто с этим не согласен? Комиссию. Вот и все. Поэтому вот что мы и пришли сюда. Единственное, первое, чтобы наша доблестная власть здесь сидящая понимала, что мы не стадо, и нами управлять не получится. Севастополь – это город, но которого нет второго в мире. Мы с вами, к примеру, Украине показывали, что Севастополь не стоит на коленях. Мы с вами революцию сделали, которую крымчане говорят, мы ее там провели. Я смотрел, еще раз говорю, на эту делегацию крымскую. Хомяки сплошные. Сенаторами от Крыма стали Коветиди и цехов. Это два человека, которых не уважают. Поэтому Севастополь сегодня, он опять впереди. У нас реальный шанс есть до 29-го числа избавиться от всей этой ржавчины, коррупции и воров, которые там сидят. А что делать? А заставить, я еще раз повторяю, господина Беликов поблагодарить, искать сегодняшнего дня, ты обязанности не исполняешь. Дальше завтра распустить городской совет. Занять городской совет и отправить их на пенсию. Далее, опубликовать список людей, которых избирают в законодательное собрание. Все, и пусть они работают законодательно, а администрация во главе с Алексеем Михайловичем, ну пусть потерпит. Поработает до тех пор, пока не пройдут выборы. А потом начальника исполкома назначат законодательное собрание. И мы с вами имеем законодательную и исполнительную власть, с которой можно спросить. Ну кто-то этим не согласен. Да, да, да. Все, поэтому если есть желание у людей, сейчас давайте выступим, потом зачитаем резолюцию. И эту резолюцию пойдем вручать. Спасибо, слава Богу, что мы русские. Самое страшное в этом деле, что мы с вами 23 года боролись за нашу родину. Мы ее вернули. Кто-то, наверное, из вас помнит, и тогда очень сильно обиделись, когда я сказала, что не те ездили в Москву. Я имела в виду Кавитиди, Цекова, Белика, потому что понимая, что опять те же воры остаются у власти. Если остаются они, жизнь останется прежней. Мы с вами меняли флаг. Мы с вами вернули родину. Но мы же не рабы. Мы должны жить с вами, как нормальные люди. Мы ведь за эти 23 года уже даже забыли, как можно жить счастливо. Вы посмотрите, каждый день начинался с того, кто нас сегодня будет опять обманывать, обкрадывать. Они не уходят. Белик не сдаст ничего. Даже сегодня, зная о том, что мы выйдем на эту площадь, он пытался сделать так, чтобы столкнуть севастопольцев лбами. Мне был звонок, ребята стояли на саудоремонтном заводе. И говорят, пришла женщина-блондинка, которая говорит, митинга не будет. Тюнину пообещал Белик должность. И вы представляете, люди начинают верить. И когда он мне позвонил, я сказала, тюнину должность не нужна. И он никогда не пойдет на этот сговор. Поэтому я призываю вас, до 29-го у нас осталось мало времени. И мы должны заставить этих чинушу идти. Я все эти дни просто болела, понимая то, что не сделай это, мы проиграем. А потом уже судите сами, какая у нас будет жизнь. Белико долой. Он торговал нашей землей с 98-го года. И я не боюсь этого сказать. У его семьи 30% нашей земли. Сейчас он продал свою камышовую пристань. Говорят, за сумасшедшие деньги. Все его друзья, которые приехали сюда в Сибирь, имеют... А ваших где 10 соток? Он кормил наших защитников, наших ветеранов гречкой и дешевой фильской. За свою, за их землю. А сам, извините, намазывал на батон черной икры. Мы должны быть свободными. У нас очень много с вами молодежи. Которые, умные молодежи. Которые могут возглавить это. Ради своих детей уже наша молодежь пойдет. И ради нас с вами. Своих матерей и бабушек. Чтобы мы жили счастливо. Поэтому приложим все усилия. Будем стоять здесь до 29-го. Пока вся... Весь этот змеевик не выползет отсюда. Поможем Чалому. Он действительно хороший человек. Он новый человек. И ему одному... Он один там, в этом гадюшнике. И одному ему не справиться. Поможем Чалову. Поможем. Чалы! 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 Уважаемые севастопольцы. Когда 23 февраля все как один стали на защиту нашего города. И проголосовали за назначение Алексея Чалова. Руководитель Гоординационного совета. Что многие сделали это по двум основным причинам. Первое. Остановить надвигающуюся угрозу правил радикальных группировок. Захвативших вооруженным путем власть Киеве. И второе. Не менее важное. Это покончить с коррупцией и беспределом. Которые заглеснули наш город. С первой задачей Севастополи справились успешно. Решительным напором. Они освободили здания администрации. Засевших там представителей украинской власти. Заставили собраться в сессионном зале депутатов. И проголосовать сначала за утверждение в должности Алексея Чалова. А потом назначение на референдум о самоопределении. После того, как на референдуме все жители города в едином порыве. Пролосовали за присоединение к России. Стало понятно. Что севастопольца уже никто и ничто не остановит. Но к большому сожалению. Вторая цель. Которую ставили перед собой. Все без исключения участники революционного движения. А именно. Очистка города от разного рода коррупционеров. Прокодинцев. Достигнуто не было. Вернее разговор о ней даже не поднимался. Все назначения. Которые в последнее время. Были сделаны новой властью. Говорят о том. Что у коррупционеров взяточников. Есть все шансы остаться в кормушке. Многих удивляет. Как можно было на должность. И у прокурора города. Назначить человека. С такой сомнительной репутацией. Как у Игоря Шевченко. Которого даже самый беспристрастный. Украинский суд. Вынужден был признать коррупционером. Есть решение суда. Несколько слов о председателе городсовета Юрии Донникове. Который сделал руководителем законодательного собрания. Это человек. Вся биография которого. Это сплошной коррупционный роман. Он лично причастен к торговле. Бесплатной землей. Под имидуальную застройку. И к поделению участков на улице Дмитрия Ульянова. Во дворе школы 10-й гимназии. И в районе Дикой Омеги. В 100-метровой прибрежной зоне. Инициативная группа «Защитим Севастополь». Инициировал обращение в прокуратуру Севастополя. Руководителю коррупционного совета Алексею Чалову. И председателю Государственной Думы Российской Федерации Сергею Нарышкину. Мы просим провести проверку коррупционной деятельности Донникова. Остранить его на время проверки от занимаемой должности. И в случае подтверждения фактов, изложенных в обращении, привлечившего к уголовной ответственности. Мы просим всех севастопольцев поддержать эту инициативу. И поставить свои подписи под этим заявлением. Я думаю, что если там будет тысяча или десять тысяч подписей севастопольцев, с нашим мнением будет считаться и в Москве. Если вы позволите, зачитаю текст от заявления. Юрий Донников, находясь на должности председателя Севастопольского городского совета, совершил ряд противоправных действий, которые могут квалифицироваться как коррупция. Он непосредственно приложил руку к выделению земельного участка по ДСК научной темы в районе Дикой Меге, за что, видя благодарность, получил участок 8,25 сотки по адресу набережная Андреевская, дом 32. Никого при этом не спутило, что земля была выделена кооперативу в 100-метровой прибрежной зоне, что напрямую запрещено нормой закона. Юрий Донников, как председатель городсовета, принимал участие в выделении через конкурс, в котором принимал участие только одно заинтересованное лицо земельного участка по строительству жилого дома на придомовой территории на улице Дмитрия Ульянова. Предполагая, что действовало таким образом не бескорыстно, а за полнее определенное денежное вознаграждение от своего институтского одногруппника, собственника компании застройки. Кроме этого, Юрий Донников, причастен к выделению земельного участка на территории школьного двора гимназии номер 10 по жилую застройку. Котлован под фундамент уже вырыг на расстоянии 10 метров от стены школы. Хотя этот договор был подписан еще Валерием Саратовым, но в 11-м году Донников поставил свою подпись при подформлении земельного участка таким образом, узаконив противоправное действие своего предшественника и, как мы полагаем, не за бесплатно, получив за это денежное вознаграждение. Юрий Донников также замешан в земельном скандале с выделением участка по адресу улица Ярославская, 13-Б. Михаилу Пурашову, перед домом которого непосредственно находится этот участок в земле, был отказан в его выделении по надуманным причинам. Абсолютно постороннему человеку было дано добро. Никого не смутило, что этот участок полностью перегораживает проезд другим домам и уничтожает детскую площадку. Но и воспеченный хозяин уже потребовал Пурашова 13 тысяч долларов за бесплатную землю. Предполагаем, что большая часть этой суммы предназначена для Юрия Дорникова, который стоит на вершине земельной коррупционной системы. Из высшей изложенного следует, что Юрий Дорников замешан в большинстве земельных офер, связанных с выделением земельных участков Севастополя. Мы требуем проведения проверки по всем изложенным фактам, проверить соответствие расхода Юрия Дорникова и члена его семьи официально за декларированным расходом, отстранить во время проверки его должности председателя, законодательного собрания и привлечь головной ответственности в случае подтверждения коррупционной действия. Уважаемые севастопольцы, если вы поддерживаете это заявление, значит по конце митинга, вот так, стоит стол, пожалуйста, все подходим и расписываемся. Спасибо всем за внимание. Победа будет за нами. 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 Убрать из исполнительной власти всех предпринимателей. Власти, бизнес в городе должны быть разделены раз и навсегда. Третий пункт. Ввиду категорического нежелания видеть в составе администрации и руководителей городских структур, лиц, не вызывающих доверия народа, проведение предварительного выдвижения кандидатуры, назначаемого на должность чиновника, на всенародное обсуждение. Четвертое. Распустить так называемый Севастопольский городской совет, как бы он себя не переименовывал, так как этот орган законодательной власти полностью утратил доверие Севастополя. Да. Назначить до выборов исполняющих обязанностей 26 членов законодательного собрания Севастополя и севастопольцев все эти годы целенаправленно и последовательно отстаивающих право русского города-героя на воссоединение с Россией. Да. Против. Не решавшихся. Дальше. Четвертое. Пятое. Проведение иллюстрации всех чиновников без исключения. Да. Болгаруги, чтобы потом не говорили, что здесь. Да. Следующее. Провести проверку всех решений по выделению земли и коммунальной собственности. Все незаконные решения отменить, вернув городу всю незаконно выделенную землю и приватизированное коммунальное имущество. Да. И последний пункт. До проведения в кратчайшие сроки проверки законности строя в Севастополе наложить мораторий на проведение строительных работ в местах конфликтов общественности и застройщиков. Да. Итак, вот эту резолюцию мы с вами выносим. Но для того, чтобы у нас с вами было легитимно, я предлагаю по аналогии с 23 февраля. В эту субботу, в эту субботу мы объявляем в Севастополе общегородской митинг в 17 часов на площади Нахимова. Мы приглашаем вас, потому что, сразу говорю, на телевидение нас не пускают. Поэтому у нас есть сарафанное радио. Если Севастополь скажет, придут все. Поэтому в субботу в 17 часов, сейчас митинг продолжается, мы эту резолюцию относим Алексею Михайловичу и ждем до субботы ответа на эту резолюцию. А дальше принимаем решение. Нормально? Нормально. Спасибо. Очень хочу поблагодарить Севастополь за их активную гражданскую позицию, благодаря которой это удалось сделать. Именно и благодаря жителям Севастополя, собственно, Крым и стал русским. Также очень приятно, что нашелся человек Алексей Михайлович, который выступил флагом этого движения. И, собственно, не благодаря его, так сказать, гражданскому мужеству, тоже удалось нам добиться того, что мы сейчас добились. Хотя основная работа еще впереди, конечно. На бумаге написать, что мы присоединились, это легко. Впереди серьезное государственное строительство, интеграция в Российскую Федерацию, в ее законодательную, экономическую и религиозную, конечно же, жизнь. Приятно, что вообще-то видеть такую активность граждан, именно, что люди неравнодушные, ни к судьбе своего города, ни к судьбе своего народа. Это феномен города Севастополя. Я в Ялте сам живу, а у нас такого нет. У нас людям ничего не надо, совершенно люди неактивные как-то. А вот здесь чувствуется живая русская душа. Жирота русской души чувствуется. Это приятно видеть, что на русской земле действительно русские люди действительно понимают, кто они и что они. И что они действительно за свою землю стоят. Не за какие-то политические логики, а за свою русскую землю. Россия – это русская земля. Первое. Резолюцию митинга мы передали лично Алексею Михайловичу Чалому. Раз. Второе. Мы решили с ним вопрос по проведению митинга в субботу, это два. Третье. Ответ на нашу резолюцию он должен дать до субботы, это три. Четвертое. На некоторые вопросы мы ответы получили. О том, чем вы говорили, мы тоже сказали. Просто у него было немного времени. Вот. Но собираемся в субботу в 5 часов на Нахимова. Ура! Ура!